Привет, друзья! С вами Сантей. Продолжаю я рубиться в Трудоград. Вчера вышло новое большое обновление. В этом видосе я покажу вам, что мне удалось найти интересного и как лучше выполнить новый квест «Чертежник и черти». Друзья, обязательно пишите мне в комментах, что удалось после обновления найти вам. Да, кстати, я юзанул «Держи» ампулу забвения и перераспределил его скиллы. По характеристикам осталось три свободных очка. Скорее всего, я вкину их в удачу. По навыкам я прокачал винтовки. Выживания до 250, этого будет достаточно. Первую помощь и скрытность на максималку. Осталось еще более 800 очков. Вкину их в ремесло, технологии и во взлом. Вдруг у меня не будет хватать какого-то навыка, Геша поможет. В умениях я прокачал по выживанию защитные навыки, включая внутренний резерв. В ружьях и винтовках я прокачал все по винтовкам. Осталось еще 23 свободных очка. Качну ему, наверное, протарианца. Джиггернаут. Фельдшера. И, наверное, последнюю надежду. Дальше направляюсь на локацию машиностроительный завод. Там добавили нового типочка. Новая случайная встреча. В снегу лежит пьяница. Выбираю попытаться разбудить засыку. Обратиться за помощью к прохожим. Получаю 93 очка опыта. Новый типок появился в большом цеху завода в маркшейдерском отделе. Изначально его зовут Кузин АГ. Он внимательно рассматривает чертеж. Используя технологии, вычисляю, что это чертеж танкового двигателя. Кузин говорит, что чертеж ему дал на проходной некий бомж Миша, с живущей на локации серый угол. Он сам его спроектировал. Использую интеллект. Понимаю, что чертеж гениален. Получаю опыт. Кузин просит меня сходить в серый угол и нанять Мишу на работу. За еду и ночлег. Мне же он предлагает в награду на выбор или штуку рублей, или поднять мой навык технологии. Дальше иду в серый угол. Нужный мне персонаж по имени Миша будет стоять возле телефонной будки недалеко от супермаркета. На его голове надет шлем танкиста. Он стоит и смотрит в небо. Предлагает посмотреть и мне. В небе он смотрит на облака и сравнивает их с танками. Можно использовать технологии. Затем можно использовать интеллект и сказать, что у мужчины паранойя. Получаю опыт. Дальше говорю Мише, что на заводе обратили внимание на его чертежи и зовут его на работу. Он говорит, что не может уйти, потому что работает на одного из членов группировки чертей. Некого любителя передозов по прозвищу Кайфедор. Мне нужно порешать все в сне. Кайфедор тоже новый персонаж. Разработчики притулили его в начале локации возле дома Пенталя. Говорю с ним. Он представляется Федькой. Если спросить его о слухах, то он скажет, что слышал, что во лбу можно просверлить дырку и заливать туда наркоту напрямую. Он даже обзавелся дрелью, но сам не решается на эксперимент. У Федьки можно порасспрашивать про чертей. Получаю опыт. Дальше говорю про Мишу. Кайфедор требует что-то взамен. Что-то кайфовенькое. Если у вас в команде есть гексоген, то он расскажет, что при Советском Союзе самый кайф был чтение книг. На что Федька ответит, что дед сошел с ума. Получаю опыт. Дальше спрашиваю, что ему нужно конкретно. Значит, смотрите, есть несколько вариантов действия. Можно вальнуть Федьку. Можно заплатить ему 10 штук. Можно использовать бартер и сбить ценник до штуки. И предложить Кайфедору сделать ему трепанацию и просверлить дырку во лбу. Для успешной операции нужна повышенная первая помощь и холодное оружие. Я поднимал и то, и то до 120. Сработало. Сверлил Федьки во лбу дыру, после чего он только пускал слюни и гугукал. Ну, короче, превратился в шизика. Ну, в принципе, прикольненько. Советую поэкспериментировать, почитать диалог. Но выгоднее по опыту использовать интеллект и сказать, что это небезопасно. Затем использую бартер, сбиваю ценник до штуки. Ищу опыт. Затем снова использую интеллект и говорю, чтобы он отдал Мишу бесплатно. Что в дальнейшем у Федьки на заводе будет свой человек. Получаю еще не кисло опыта. Дальше иду к Мише. Говорю, что я обо всем договорился. Мужчина покидают локацию и направляется на завод. Значит, смотрите. В доме Сени Маркова, где я выполнял задание «Улицы Ярости», 45-й видос, ссылка появится сверху, появится новый типок. Очень важно, обратите внимание, после обновления у меня в правом нижнем углу пропал значок одержимости, которую я прописал через консоль. Как это сделать, я рассказывал в восьмом видосе. Ссылка появится сверху. Хотя в особенностях одержимость есть. Я думаю, что разработчики убрали возможность прописать одержимость. Сейчас мы об этом поговорим поподробнее. Представляется типок Даником Марковым и говорит, что он брат Сени Маркова. Даник говорит, что у него заканчиваются деньги и просит меня посоветовать, где найти работу. Значит, смотрите, очень важно. Дальше есть несколько вариантов работы для Даника. Тем, кто перенес персонажа с одержимостью в Турдоград, я обязательно советую попробовать вариант, только ты сам можешь найти себе призвание. Даник соглашается, уходит и говорит, что придет через два дня. Скипаю двое суток. Приходит Даник с нарисованной звездой на лбу. Говорит, что нашел свое призвание, что я лишний свидетель и нападает на меня с молотком. Так вот, если вы перенесли персонажа с одержимостью, напишите мне обязательно об этом в комментах. Был ли у вас диалог с Даником Сектантом и сколько опыта вы получили? В моем же случае откатываю сохранение, снова говорю с Даником. Ну, в принципе, какую работу ему предложить особого значения не имеет. В большинстве случаев через два дня он придет и даст награду в размере 300 рублей. Единственный еще один отличающийся вариант, который выбрал я, сказал, что в городе куча мелких предприятий и чтобы парень поискал себе счастье там. Через два дня он притащил мне некисло-хавчика. Хавчик мне нужен, так как я обжора. Дальше иду на завод. Говорю с Кузиным, в награду выбираю знания. Получаю халявные плюс 15 к технологиям. О, итого 90. Мишу можно будет найти вот тут в углу на стуле. Долго же я скажу вам его искал. Если спросить его о слухах, то он скажет, что в столовке работает повар некромант. Получаю немного опыта. Ладно, друзья, будем на этом закругляться. Обязательно пишите в комментариях, если вы нашли где-то новых персонажей и новые квесты. Если у вас есть возможность поддержать канал финансово, ссылка на донат в описании под видео. Подписывайтесь, ставьте лайкосики. Всем до свидания.